Итак, друзья, в этом видео я расскажу вам все принципы тайм-менеджмента и все инструменты в одной схеме. Я сам много очень проходил тренингов, я обучался у Брайана Трейси, я проходил миллионы вообще тренингов по личной эффективности. И в итоге я понял, что я нигде не находил вот этой схемы, которая бы объясняла, а каким образом распределять все задачи. Многие из вас знают про эту систему, что у нас есть срочная, да, вот она вот, срочная, и есть у нас важная. Но как вот это вот срочная от важного отличить, это отдельная вообще история. А самое другое, а как вообще с этими срочными важными задачами управляться, потому что порой бывает такое, что они все срочные, все важные. И что теперь с ними делать? Ну да, мы распределили задачи, мы знаем, что есть срочные и важные, у нас дофига тех и дофига других. А как сделать так, чтобы нас вот эта наша эффективность не выжигала? И вот сейчас я вам расскажу про ключевые принципы вот в этом. Итак, первое. Вот это у нас все, что является срочным, это все задачи, они вот в этой колонке. Здесь у нас не срочные. Это все те задачи, которые могут быть и важными, и неважными. И, собственно, здесь у нас тут важная задача, а здесь у нас неважные. Многие советуют, что говорят, все, что неважное и несрочное, вообще не делайте. Но это же может быть крутая задача. Например, у меня есть много гениальных идей того, что нужно запустить, какие видео сделать, какие проекты запустить, какие тренинги провести. В общем, идей много. Куда их записать, чтобы не чувствовать, что ты теряешь от этого, чтобы не потерять эти задачи. И тут есть система, я их называю Task Tracker. Это различные системы, куда вы можете записывать вот эти задачи. Иногда это может быть просто блокнот для идей. Сейчас вам покажу. У меня даже есть вот такая тетрадочка, здесь написано. Для идей я туда кучу всего записываю, что мне нужно не забыть. Но чаще всего я использую потрясающий инструмент Trello. У меня есть отдельное видео, которое рассказывает, как им пользоваться. В общем, в Trello я записываю огромное количество идей, чтобы не потерять. И я просто их скидываю. Знаете, как этот Дэмблдор, который такой, фук, и в омут памяти скидывал свои мысли. Так вот, все, что несрочное и неважное, оно не влияет на ваш результат. Записывайте куда-нибудь, чтобы не потерять, чтобы у вас не было тревоги из-за того, что вы это потеряете. Двигаемся дальше. Все, что срочное, но неважное, что с этим делать. Бывают такие задачи, тебе прибегают. А, мэйды, мэйды, срочно, срочно, нужно там все, все сделать. Вот, и тут два инструмента. Первый инструмент, я его, не только я его называю, это утренние страницы. На самом деле, суть его в следующем, что его можно не обязательно делать утром, но можете даже посмотреть отдельное видео на эту тему. Суть в чем, что вы выписываете все, что приходит в голову, все, что приходит в ваш мозг, вы выписываете на бумажку. И выписываете до тех пор, пока из головы ничего не уберется. Это тоже какому-то памяти, но он еще убирает тревогу. И тут главный лимит, что вы ставите время и продолжаете писать. Не останавливайтесь ни в коем случае, пока не выпишите все. И тем самым у вас из вот такого раздраженного состояния, вы приходите в какое-то спокойное, вот такое вот умиротворенное. Ууу, все хорошо. Вот, в принципе, вас уже начинают не парить вот эти несрочные, неважные задачи. Самое главное, чтобы вы поняли, что если задачи, они срочные, но неважные, ну, значит, они и на самом деле не срочные. Ну, или можно забить на них. Вот, есть еще один способ, каким образом упорядочить вот это. Вот эта штука, она просто позволяет убрать эмоциональный стресс и напряжение от вот этих задач, потому что они реально выбешивают. Вот, но есть еще один инструмент, это календарь. У меня есть отдельное видео, где я рисую и показываю инфографику, как заполнять календарь, но суть в следующем. Вы вносите все задачи, срочные и неважные, в календарь. И самая большая ошибка, которую мы допускаем, работая с календарем, это то, что мы считаем, что календарь, ну, вот день, он у нас, вот мы такие, о, вот здесь вот можно поставить задачу, или вот здесь вот можно поставить задачу. Да ничего подобного. У нас на самом деле весь день занят, и мы просто кого-то там распихиваем, чтобы просто сюда воткнуть эту задачу. Так вот, самое главное в календаре, это заполнить его весь, для того, чтобы понимать вашу ткань дня, еще это называется. Это очень классное такое понятие, да, что вы понимаете, какие у вас дела вообще в течение всего дня, и тогда срочные и неважные задачи, вы можете понять, чем вы жертвуете для того, чтобы вот эти задачи выполнить. Двигаемся дальше, к следующему квадрату. Срочные и важные дела. Что же с ними нужно делать? Ну, в идеале, конечно, срочные и важные дела делегировать. То есть, отдавать другим людям для того, чтобы они с ними работали. У меня есть, например, видео, как найти ассистента, который бы мог взять на себя вот эти задачи. Потому что порой они, несмотря на то, что они важные и срочные, они достаточно простые с точки зрения исполнения. Они механические, и потому что они срочные. И вот это все можно спокойно передавать кому-то другому, чтобы оно не тратило ваши силы. Потому что самый большой рост всегда находится в этом квадрате. Это важная и несрочная задача. То есть, вот это важное и срочное, это то, что помогает вам получить результат здесь и сейчас. Иногда это приносит деньги здесь и сейчас и так далее. А вот это, оно приносит максимальный рост в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно все-таки фокусировать ваше внимание и ваш рост на вот этом. Так вот, все, что срочное и важное, лучше делегировать. Но второй момент, это как раз то, что связано с календарем, это выделять на вот эти вещи. Я называю это буферное время. Не только я, есть многие ребята, кто называют это буферное время. Что такое буферное время? Мы очень часто планируем время таким образом, что вот я сегодня с 10 утра до 16, ой, до 18 вечера буду заниматься, и вот там перерыв на обед, вот, буду заниматься только самым важным делом. И не буду ни на что отвлекаться. Ага, конечно, да, потом тебе кто-нибудь звонит здесь, потом кто-то прибегает сюда, кто-то так далее, и у тебя весь день, вот, начиная с этого времени, такой, пррррр, весь порвался. Что бы такого не было, планируйте для вот этой суеты, а ведь это срочные и важные дела, это ведь и есть суета, для них планируйте определенное время, и это и есть буфер. То есть, ваше фокусное время, которое вы сделали, вот у нас фокусное время здесь, и вот буфер здесь, буфер здесь. Он находится, и фокусное находится между двумя буферными временами. Тем самым вы здесь разгрузили себя, решили какие-то текущие вопросы, позанимались важным, потом снова разгрузились и решили текущие вопросы. Но еще иногда между ними нужно делать небольшие перерывы на отдых. Та-дам! И тогда вы решили эти срочные и важные дела. Что делать, если у вас постоянно срочные и важные дела? Значит, у вас постоянно работа над буферным временем, и значит, на фокусное время, а вот мы сейчас про него поговорим, да, фокусное, это вот отсюда, у нас будет чуть-чуть меньше. Так вот, чтобы решить важные и несрочные задачи, важные и несрочные, это я еще называю царь задача. Вот. Это та задача, которую нужно сделать до 13.00 каждый день. Это ключевая задача, и она не срочная, но она важная. Потому что в царь задачи никогда не бывает срочная и важная. Срочная и важная, это то, что прилетело, это пожар, который вам нужно потушить, просто потому, что вы не успевали это сделать заранее, и не подготовили все это. Не нужно тушить пожары и ставить этот царь задачи. Вы и так его потушите, и так все будет хорошо. А вот царь задачи, это то, что в какое-то время может стать пожаром, да, такие бывают, или это то, что помогает вам дальше расти и развиваться. Так вот, это развивающая задача. Запишите ее здесь, и это одна, самое главное, это всего лишь одна задача на день. Мы часто думаем, что, о, у нас там 100 тысяч 500 дел. Не, ничего подобного. Царь задача должна быть одна. Ну, царь-то у нас один всегда, правильно? Обычно. Ну вот, так и живем, да. И следующий момент, это как раз записывать эти дела в календарь, как фокусные. А фокусные вы уже поняли. Да, вот у нас буферное время, буферное время, а вот фокусное. Иногда в течение дня я делаю следующим образом. С утра просыпаюсь, и фокусное время у меня начинается прямо с утра. Потом где-то в 10 утра уже начинается буферное время, потом опять фокусное, и дальше уже сил нету, потом буферное. Где-то после 14 дня, и все, все уже нету. Во сколько же я встаю? Приходится вставать в 6 утра. Читали книжки «Магия утра», вот самое время прочитать. Итак, друзья мои, это одна схема, которая объясняет все то, каким образом управлять вашим временем, что делать с какими делами. Теперь ваша задача посмотреть на все это и понять, а каких задач у вас больше, какие отнимают больше всего времени, какие тратят больше всего сил, мысленной энергии и всего прочего. И дальше работать с ними. Сначала я бы предложил вам сделать, пойти вот по такому порядку, как мы шли. Сначала разобраться и убрать все несрочное, неважное, то, что вытягивает из вас силы. Потом убрать все то, что срочное и неважное, и его убрать. Потом разобраться с этими, потом разобраться с этими. Хотя вы можете выбрать свой путь, не обязательно следовать этому совету в точности. Найдите свой путь, напишите в комментариях, насколько это было полезно. Если вам эта штука была очень полезна, то вы можете принести такую же пользу вашим друзьям, если просто поделитесь этим видео. Ну и, собственно, они тоже посмотрят, скажут, «Вау, спасибо тебе большое, ты нам раскрыл вообще, что ты показал нам это видео, и теперь мы тоже знаем, как работать со своими задачами». Ну и не забудьте, у меня на какие-то уже из этих квадратиков есть отдельные видео. То есть, например, «Как делегировать» у меня есть видео, как нанимать ассистента. Как «Трелло» у меня есть отдельное видео, как делать «Трелло». Про «Календарь» у меня есть отдельное видео, как «Календарь». Про «Утренние страницы» не знаю, у меня есть или нет видео. Наверное, тоже скоро будет это видео. Так что, если что, вы можете уже посмотреть все это. Ну что, друзья, делайте наш мир лучше, будьте эффективными, будьте счастливыми, будьте заряженными. От этого зависит и только, не только ваше благополучие и благосостояние, но и вообще всех ваших окружающих. С вами был Павел Лебедев. Хорошего дня. Пока-пока. Павел Лебедев.